Депутаты рассмотрели и утвердили план работы Совета на следующий год. Утверждены индикативный план социально-экономического развития и бюджет курорта на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Они прошли через процедуру публичных слушаний. В Анапе сохраняется устойчивая положительная динамика социально-экономического развития. В 2015 году планируемое увеличение показателей оборота отрасли реального сектора экономики составит 107% по сравнению с ожидаемым уровнем 2014 года. Утвержден прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности. В него включено 4 объекта в новой редакции правила землепользования застройки города. Они также прошли через процедуру публичных чтений. Внесены изменения в положение об администрациях сельских округов в порядок введения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления. 70 ныне существующих объектов истории Анапы, памятники, памятные знаки, стелы, бюсты и мемориальные доски обрели официальный статус. Принято решение об их сохранении, а новые улицы получили имена. В селе Супсех улица названа именем Вячеслава Карпова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в ходе контртеррористической операции в Дагестане в 1999 году. Николая Старшинова и Кирилла Деброва. Улицы названы также в честь Николая Старшинова и Кирилла Деброва, героев Советского Союза, неоднократно высаживавшихся в Анапском районе в годы Великой Отечественной войны. В селе Суку принято решение назвать улицу в честь видного государственного и общественного деятеля Николая Кондратенко. Набережная, предусмотренная генеральным планом городского округа от улицы Толстого в Анапе до границы села Супсех, названа именем Николая Кузнецова, адмирала флота Советского Союза. Также на сессии депутаты рассмотрели вопрос об обеспечении необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям.